Друзья мои, и опять и снова мы с вами идём в H&M. И это здесь коллекция Spring Summer 2024. Вот написано на окне. Вот, видите, SS 2024 – это Spring Summer по-английски. Какое красивое джинсовое платье. Идёмте, будем всё мерить. Значит, смотрите, девочки, кто мне пишет, что я хожу по одним и тем же магазинам, вы должны понять. Блогер, конъюнктурщик, блогер снимает то, что людям нравится и то, что люди смотрят. Если я хожу в другие магазины, и это никто не смотрит, у меня совершенно пропадает желание снимать что-то в других магазинах. Все смотрят H&M, Zaru, Uniqlo и COS, в основном COS. Я могу снимать каждый раз COS, понимаете? Но это же просто будет неправильно. То есть я стараюсь разнообразить, но... Какое красивое платье. Я стараюсь разнообразить, но поймите, я опять же повторюсь. Я снимаю то, что людям нравится, то, что люди смотрят. Потому что это занимает время, силы. Очень обидно снимать то, что потом никто не будет смотреть. Красивый очень сарафан за 75 долларов канадских. Посмотрите, как он сделан. Интересно, как у него красиво сделан верх. И очень-очень красивая юбка. Есть вот снова вот эти вот всякие белые платьицы из шитья, которые я вам уже показывала. Вот этот сарафанчик, который я вам уже показывала. Взять, что ли, померить, пока не раскупили. У меня, правда... Я, правда, опять в сапогах. Ну, потому что у нас холодно еще, холодно. Белый жилет какой с примесью льна за 76 долларов. Смотрите, какой интересный. Элегантный. Очень громкая музыка играет здесь. Просто очень. Так, 160 долларов. Вот такой вот белый плащ. Тоже с примесью льна. Он без подкладки. Выглядит очень симпатично. Много вот таких вот цветочков всяких. Вот у них появились какие-то новые украшения, которые более-менее... У нас в Канаде ужасное совершенно украшение в H&M. Ничего интересного, если что-то только онлайн. А так вот в магазине обычно висит полное барахло. Сколько он стоит канадских? 16 долларов наших канадских. Их стоят вот такие сережки. И вот такие вот колечки тоже из матового такого золота. За... За... За 13. Ну, обувь я как-то особо, знаете, не очень. Так, вот такие вот серьги, кольца за... За 13 канадских. Так, здесь много очень джинсы. Вообще, много того, что я уже вам показывала. Я постараюсь найти что-то, что я вам еще не показывала. Здесь еще много распродажи. Может быть, взять и померить что-то такое спортивное сегодня. Типа вот этих вот... В полоску такие, как она называется, за 32 доллара. Есть, видите, белый такой синий. Есть синяя с белой полоской, такая тельняшка. И здесь что-то написано. Здесь вышит бантик. И написано Пизо 1921. Это я правильно? Я без очков. Нет, не Пизо. Я неправильно читаю. Да, в общем, вот так написано. Я не знаю, что это означает. Что бы это ни означало. Place Vandome, France. Красивые, интересные такие, знаете, штуки. Как они? Какой-то алерт. Стокгольм. Стокгольмский алерт. Интересные вот эти вот всякие у них толстовки. Мне они нравятся. Я, кстати, люблю Эчинемовские. Вот такие вот всякие куртюшки. Тоже, по-моему, немножко с вискозой. Тут что-то... Много вискозы. В общем, короче, что-то они такие с вискозой. Такие коротенькие курточки такие. Боммеры. Видите, их вот много разного. Есть на пуговицах с кнопками. Внизу на резинке. Есть вот такие вот на кнопочках. И вот этот на замочке. Ой, какое желтое платье на распродаже. А помните, я такое мерила? Вот это. Помните, я мерила такого плана? Сейчас, девочки, покажу вам. Я мерила такое же, только салатового цвета. Помните, оно мне так понравилось. И оно не было на распродаже. А вот это, оно тоже не распродажа. И оно просто так здесь висит. 77 долларов. Помните, я мерила такое салатовое. Вот с этими широкими рукавами. Вот такое. Вот сейчас такое есть желтое. Ну, оно все еще не на сейле. Не буду я его мерить. Хотя оно висит там, где распродажено. Я не думаю, потому что оно просто случайно. Его повесили. Вот интересное. За 75 долларов. Смотрите, какое интересное платье. Это размер экстралавч. Оно большое. Но оно, видите, все сделано с вышивкой. Так. Здесь написано, что еще 50% скидка. Но я не понимаю, с чего. Здесь всякие вещи, такие, которые, знаете, одиночные. Вот смотрите, какая туника. 38 долларов. Стоило 75. Она как бы в пайетках, но она прозрачная. И довольно прикольная. Только размер мидиум. Мне кажется, что она мне будет... В принципе, это может быть и платье, если надеть вниз какую-то нижнюю юбку. Но она мне будет мала. Ну и вообще, куда нам еще этих блестюшек? Давайте что-нибудь найдем более жизнедеятельное такое. Так, смотрим. Вот симпатичное такое пальтишко за 104 доллара. Такое опять под Шанель. Вообще, конечно, H&M очень много вещей таких под Шанель решила сделать. Все хотят. Вот видите, какая курочка симпатичная. Вот она же только бежевая. Коротенькая, 70 баксов. Короче, девочки, ну что. Брюки вот такого типа я покупала в прошлом году. Они были на сейле. Сейчас 55. Я покупала долларов за 40, по-моему. Вот такого типа с тонкой полоской. Были джакеты и брюки такие. Жакет не довисел до распродажи, а брюки довисели. Есть. У меня ношу с удовольствием. Вот это мы с вами примеряли. Юбки какие-то интересные. Смотрите, какие интересные юбки. Вот такие. Это тоже типа платье в полоску. В общем. Много чего уже мы видели. Ничего особо так нового нет. Прошлый раз я пришла, потому что я очень давно не была в H&M. И было много интересного нового. А в этот раз как бы я здесь была недавно. Поэтому ничего такого. Юбчонки какие-то коротенькие. Здесь, кстати, белье продается. Смотрите, какие бюстие. Украшения. А вон какая сумочка плетеная, симпатичная. Написано Милану. Ничего такая, правда, 45 долларов. Здесь есть вот такие ручки короткие. И есть длинная ручка. Видите, длинный ремешок, что можно носить через плечо. Это очень модно сейчас. Такие сумки из соломки. Может мне взять джинсы померить? Меня все время просят. Не все время, а девочки просили несколько раз попримерять джинсы. В Заре было немножко фиаско, потому что я что-то с размерами ошиблась. А вот здесь, может быть, я найду себе пару джинс. Вот смотрите, шлепанцы под Hermès. Или Saint Laurent похожие есть. Вот такие тоже а-ля Hermès Saint Laurent. Кстати, они неплохо выглядят. Девятый размер, 32 доллара. Довольно мягкие вот тут. Мягкая такая. Это не кожа, конечно, а может и кожа. Сейчас я прочитаю. Наверное, не кожа. За такую цену не может быть кожа. Вот, смотрите, какие интересные шлепки. За 47 долларов. Такие, по-моему, удобные. Нет моего размера. Хотелось бы померить что-то, но абсолютно ничего нет моего размера, девочки. У меня пятый. Пятый. И я... Ой, не все велико. Эту сумку мы видели. Так, здесь всякие бантики, шляпки. Бантики. Видите? Ну, это для девушек елок. Купальники. Еще обувь. Еще сумочка. 45 баксов. Шляпы, купальники, украшения. Все, пойду искать, чтобы мне примерить. Чтобы такое мне попримерять, чтобы вам было интересно. И увидимся с вами уже в примерочной. Девочки, здравствуйте. Мы в примерочной. Я принесла столько одежды. Я не знаю, я тут буду час с вами ее примерять, наверное. Очень красивая вискоза с вном костюм, пиджак и брюки. Очень интересная. Джинсы принесла. Очень интересное платье. Такое из премиальной коллекции, которое уже измазано помадой. Как вы видите, это не я. Вот я вам принесла. Ну, в общем, такое платье с бахромой. Я, как всегда, несколько кофточек, чтобы было с чем примерять. Так, я сегодня в пальто. И вот это платье, если вы помните, мое платье из кос. Пальто мое из манго. Но купила я его не в манго, а в нашем стоке, в Ти-Джи Максе. И вот это платье под странного леопарда. Помните, мы с вами его примеряли? Я его купила в косе. Украшение, кстати, это тоже из кос. Вот это вот мое. И вот сережки, которые я в последнее время... Я, кстати, тоже с вами их покупала. Я шарилась с вами по магазину Саймонс, нашему канадскому. И там были очень симпатичные вот такие сережечки. Я их просто ношу, не снимаю. Я их купила. Посмотрите, они такие красивенные. Смотрите, видите, как они? У них Аврора Бориалис немножко кристаллики. Они у них такой, немножко такой винтажный вайк. В общем, меня они так нравятся. Я все время сейчас в них хожу. Ой, какая-то красная. У нас здесь такой свет противный. Ну, в общем, вот такие сережки. Так, у нас бэш. Total бэш. Кстати, эту кофточку я уже примеряла и приносила. Но я забыла, если честно. Я ее принесла еще раз, чтобы мне вот примерить с этой юбкой. Мне юбка нравится, но она как-то вот выворачивается. Понимаете, идея ее в том, она как бы без замка. Сверху такая как будто вот тянущаяся резинка. Я как-то неправильно ее одела. Мне нравится ее ткань. Мне нравится ее фасон. Он такой, знаете, шахерзатый ванна. Вот. Но я взяла размерчик побольше, чтобы не в него вписаться. Здесь такой, понимаете, получается запах. Такой типа разрез. И вот такая вот она юбчонка. Она, в принципе, выглядит симпатично. Единственное, что вот она светится. Видите, вот этот запах здесь. Он просвечивается. И вот это вот все не очень как-то хорошо лежит. Вот эта вот складка, она как-то вот оттягивается. В результате получается, что на талии это как-то все не очень. В общем, тонкая она очень. Несколько такой ткани есть, чтобы кофточку сверху натянем. И посмотрим. Ну, понимаете, вот эта вот складка передняя предполагает то, что она должна быть как бы видна. А в чем смысл вот так вот ее закрыть? Сейчас, подождите. В общем, вот так вот. Нужна какая-то такая вот кофточка, вот такой коротенький светарок, который будет прикрывать сам вот этот вот верх, но не закроет вот эту складку. Но мне в ней не нравится то, что она совершенно прозрачная. Видите, вот этот запах. И это видно. Ну, что такое? Нет. Так не должно быть. А так идея мне нравится. И ткань мне нравится. Ткань полосатая. Кофта эта с большущим декольте. Мы уже ее с вами примеряли. Я просто забыла. Не ругайтесь. Девчонка полиэстровая стоит наших 32, американских 27. Дешевая совсем. Значит, размер large. И вот она, конечно, сделана как-то не очень. Видите, она прям прозрачная вся. Хотя фасончик мне понравился на вешалке. Я подумала, вот это вот удачно закрывает живот. И полоски такие интересные разные. Но это нет, нет и нет. Горячие не рекомендации. И вот этот топ размер medium. 18 долларов он сейчас стоит. И стоит 35. Если бы у него было не такое огромное декольте, его можно было бы рассмотреть как интересную вещь. Может быть, здесь можно как-то ушить, зашить. Нет, не нужно. Даже за 17 долларов. Очень большой вырез. Ну, не все могут такое носить. Не везде это прилично, как бы. А так она такая хорошенькая лапшичка. Вы знаете, очень мне нравится этот костюм. Сейчас я сниму очки, а то я как училка-библиотекарь. Он лен с вискозой. Вот такие широкие брюки. Я потом надену топ, чтобы вы видели. И вот такой вот большой, просторный жакет. Значит, он... Жакет, по-моему, восьмерка. Я вам сейчас покажу потом. И брюки десятые. Очень просторный такой, знаете, жакет. Прямо очень объемный. И очень объемные брюки вместе. Я вам сейчас покажу вот так. Все, поняли? Смотрите, какой шикарный. Лен с вискозой. Темно-синий. По-моему, есть такие же белые. Прямо очень классные. Так, я вот примерила брюки. Вернее, топ. И показываю вам, какие это брюки. Они очень широкие. Высокая посадка. Здесь складки, карманы, клешные внизу. Брюки просто классные. И вот такой красный топик, который мне очень понравился. Вот эта вот идея. Единственное, что он не великоват. Но я не знаю, какой размер. У меня есть кларш, наверное. И вот это вот дело, значит, нужно очень хорошо подбирать бюстгальтер. Музыка, конечно. Чтобы они провалились с этой музыкой. Вот. Потому что у меня здесь вот мой бюстгальтер. Мне пришлось спустить его полностью с одного плеча. И так немножко предопустить. В общем, нужно подбирать. Но вообще идея красивая. Посмотрите, как он. Топ. Мне очень нравится. Так, брюки. 55 вискоза, 45 леон. Я примеряла американский 10-й, европейский 42-й. Стоят они 69,90-70 долларов. Хороший состав. Брюки классные. Жакет. Такого же состава. Я думаю, только подкладка полиэстер. Скорее всего, да. Жакет стоит 77 долларов. Вообще почти за те же деньги, что и брюки. Брюки, значит, 70, а жакет 77. То есть, опять же, американских 65, наших 77. И вот он такой большой. А, и, кстати, это размер смол, представляете? То есть, он очень большой. Очень-таки подплечики, но широкие плечи. Он очень объемный этот жакет. Поэтому надо брать размерчик поменьше. А брюки вот 10-й дней в самый раз. Как раз вот то, что надо. Хорошие брюки, хорошо сшиты. Класс. Я все-таки принесла эту серебряную юбку девочке. Значит, кожзамчик, ларч. Очень узкая, почти не застегнулась. В общем, она очень узенькая, очень облегает. Если вы любите вот эту тему космонавтики, но мне она не нравится. Она какой-то странной длины такой. Она вообще стромодная какая-то, если честно. Узкая юбка, вот довод колена. Может быть, она просто, потому что я маломер, но, в принципе, она, может быть, должна быть короче. Такая длина, вот знаете, вот как-то она вся какая-то, она вся немодная. Я уж не говорю про эту, что она мне мала. Но что-то в ней вот, кроме вот этого блеска, который увеличивает вас на два размера за счет вот этого. Ну, нет, 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 нет и нет. Так, юбочка стоит наших 30, американских 27, дешевая, размер 8. Ну, правильно, мне нужен 10. Не было 10, я помню. Самый большой был 8. В принципе, 10 было бы мне нормально. Но, видите, она из дешевых, и так она и выглядит. Нет, нет, какой-то не мое совсем, совсем не мое. Так, смотрите, вот эта юбка очень симпатичная. В ней совершенно не подходит этот топ, но у меня ничего нет другого. Тоже, кстати, 8 размер. Но я вам хочу сказать, видите, она, за счет того, что она клешная, она мне нормальна. Причем я ее еще вот на эту кофту, она довольно толстая надела. Она очень классная. В ней есть вот такие вот карманчики. Как-то она скроена вот такими глинями красивыми. Видите, даже они почти старались попасть. Даже, можно сказать, что попали в стык. На шве вот эти вот полоски. Молодцы, прямо молодцы. Это тоже восьмерка, 8 размер, 42 европейский. Не знаю, сейчас посмотрю. В общем, юбка классная, правда. Мне кажется, это хлопок. Ну или что-то хлопковое в ней есть, присутствует. Вот очень красивый такой солнцек. Леш, или не знаю, как это называется. В общем, здесь вот такие выточки. И отсюда вот она такая вот расклешенная. Просто очень классная такая девчонка. Я очень люблю такие. Очень. Вот с синим жакетиком я ее примерила. Но, опять же, немножко из разных опер. Жакет такой строгий, мужской. А юбка такая прям женственная-женственная. Просто можно с чем-то другим. Типа какой-то такой пиджачок, какой-нибудь коротенький. Но она хлопковая, понимаете. Поэтому ей нужен... Все вот эти вот подшанели, они не подходят. Юбка прям летняя. Поэтому ей нужно что-то такое. Что-то лет. Смотрите, юбка 100% хлопок. Так мне казалось. Стоит она 55 наших и 45. 46 американских. Размер 8. В принципе, мне нормально. Видите, вот здесь вот сделаны две выточки. И от них идут вот такие вот складки. Очень симпатичные. С кармашками. И такая хлопок. Правда, что юбка классная. Я говорю, что даже они в швах. В общем-то, попали почти, практически попали в... Ну, как бы в рисунок. Что не всегда наблюдается даже в дорогих брендах. Ну, не совсем, но, в общем, выглядит нормально. Это не выглядит так, что прям ужасно некрасиво. Кстати, карманчики так неплохо сделаны. И поясочек такой симпатичный. Юбочка и хороший состав. Джинсы. Вы знаете, мне очень нравятся эти джинсы. Опять я в очках. Забываю их снимать, когда читаю состав. Ну ладно. Мне очень нравятся эти джинсы. Они на сейле, кстати. Посмотрите, как они красиво сидят. Единственное, что мне не нравится, что они напугаются здесь, на замке. Это не очень удобно. Они прям так мне очень плотненько, но джинсы растягиваются. И видите, они тоже немножко таким вот колесом. Классные, 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 очень классные джинсы. В них даже как-то живот не сильно торчит, видите? Потому что они его как-то вжимают. Я прям думаю, может, мне взять. У меня столько джинсов, но я не знаю, девочки. Сидят хорошо, надо посмотреть на себя сзади. Здесь есть зеркало. Я сейчас попробую себя снять. Здесь есть зеркало, которое показывает вид сзади. Но спереди они мне прямо нравятся. Хорошие, хорошие штаны. Очень хорошие. Бесполезно это зеркало. Ничего в нем не видно. Я не знаю. Вот так лучше гораздо, правда? Мне кажется. Очень короче, сидят джинсы шикарные. Единственное, что вот они так скроены. У меня правда ровные ноги. А в них у меня какие-то ноги колесом. Я знаю, что это сейчас модно. Может быть, мне кажется. Но сидят же неплохо. Правда, она плохо. Ничего сейчас нельзя покупать. Потому что я в процессе похудения. А потом мне станет оно большое. Представляете, какое жалко. У меня еще столько джинсов, в которые я не влезаю. Что я, наверное, что-нибудь найду у себя дома. Так, смотрите. Джинсы размер. Видите, сороковой, восьмой. Такой же, как юбка полосатая. И такой же, как юбка серебряная. И они стоили наших, видите, 55. Сейчас они стоят 33 доллара. 32,99. Хорошая цена. Очень красивый синий цвет. Хорошая длина. Мне реально, реально. Хороший фасон такой широкий внизу. Хороший крой. Мне прямо они реально нравятся. Но я не знаю. Я подумаю. Ну, цвет классный. Так, кофточка какая-то дорогая. 47 долларов. Размер medium. Довольно она большая тоже. Ну, вот это красивая идея. Но проблема с лифчиком раз. И второе. Что-то 47 долларов за такую вот плестровую лапшу. Нет. Нет, нет, нет. И нет. Хотя, интересный фасон. И цвет красивый, яркий. Так, я все-таки принесла этот сарафанчик. Он совершенно прозрачный. Не обращайте внимания. У меня, во-первых, черный лифчик. У вторых, сапоги. Это совсем не камельфу. Он совершенно прозрачный. То есть, я не знаю, как его носить, девочки. Он очень красивый. Красиво выглядит. Почему-то какой-то маленький размер. Потому что он такой широкий, объемный. Ну, вот такие вот шлеечки. Здесь все вот так вот красиво-красиво-красиво. Здесь голая куза. Потому что дырочки-дырочки. Внизу все дырочки-дырочки. В общем, очень красивенький, летненький сарафанчик. Но абсолютно весь прозрачный. Для девочек. Для девочек хорошо. Для теток не очень. То есть, под него как бы лифчик не очень вообще. Лучше не носить никакой. Ну, и все прозрачное. Все вот здесь вот, оно все прозрачное. А надевать что-то под него вниз, это как бы неправильно. Но красивый. Смотрите, какое все здесь такое. Симпатичный. Такой деревенский. Ну, вот на курорт хорошо, да. На курорт нормально. Вполне можно. Поза голая. Из лифчика там все можно. На курорт. Так, 70% хлопок. 30 лен. Стоит 75. Нифига себе. 75 долларов. 68 американских. Это был размер медиум. То есть, вы должны понимать, девочки, что оно не маленькое. Здесь вот регулируются бретельки. Очень все красиво. Ну, за такие деньги, знаете, вот чтобы он такой прям прозрачный. И вы знаете, хорошо, на купальник надеете, вот на пляже. На купальник. На водку, на карибах. Накинуть сверху на купальник такой, знаете. И так пойти в ресторан покушать. Да, в этом. Включая в этом, как это, курорт. На курорте. Который, знаете, все включая. Тут же пляж, тут же бассейн, тут же ресторан. И вот, чтобы в купальнике не пиляться по ресторану, по буфету, так сказать, не гулять. То вот такой вот накинуть. Ну, не носить же его. 65 долларов. Ну, красиво, девочки. Очень красиво. Мне прямо очень нравится. Ну, как бы, ну, весь в дырках. Хотя хороший состав. Так, маленькое черное платье с бахромой. Я очень люблю бахромы. Я не знаю, как вам, а мне оно очень нравится. Оно прямо все, что я люблю. Черное, блестящее, такое безрукава, небольшой вырез. Можно надеть вот такие вот на него бусы. Бусы и бахрома внизу. Посмотрите. Я тут пританцовываю. Вы представляете, пойти в этот клуб ночной и вот прямо танцевать. Со всей этой бахромой. Ну, классно же. Как мне нравится. Оно на сейле, но не дешевое. Сейчас я посмотрю, сколько оно стоит. Посмотрите, какое прикольное платье, девочки. Да еще и куплю, со мной станется. Значит, смотрите, оно стоило 85 долларов. Сейчас стоит 45. Ну, хорошая скидка, но как бы для Айчене. Что оно такое было дорогое? Все полиэстер. Размер медиум. Ну, такое, типа, что оно вечернее платье. Оно хорошо сделано. Ну, слушайте, 85 долларов, а сейчас 45. Ну, 45 это уже нормально. На 85, конечно, для него было офигеть. Это, видите, его заказали с сайта, потом сдали, потом вот сейчас оценили. Ну, в общем, медиум, кстати. Ну, в Айчене такие размеры, сейчас это ничего не значит. Я и в смол влезаю, в жакеты, в общем, иногда платье Ларч у меня очень большое. Вот у меня есть платье Ларч, если я вам померю его, видите, как оно мне, какой оно огромный. Короче, очередное офигенное сумасшедшее платье из Айчене, которое случайно, видимо, тоже, ну, я не знаю, оно было одно в магазине. Размер Ларч, видите, какое оно большое. Ну, в принципе, оно такое должно быть. Вы помните, я как-то примеряла здесь тоже ментоловое платье, а сегодня я вам показывала, такое же желтое висело. Они все еще не на распродаже, это тоже, оно стоит 100 баксов, 105. Посмотрите, как оно сшито, посмотрите, как интересно, посмотрите, какие у него рукава. Причем оно с подкладкой, так смотри, состав мне интересный, а рукава прозрачные без подкладки, но оно длинное в пол. И сзади, вот у него точно так же рукава пришиты, сзади то же самое. Вот такая же вот, девочки, как же, это красиво, ну согласитесь. Это же, в Айчене попадаются такие дизайнерские прямо вещи, но это же просто, просто какой-то, я не знаю, силик, старый, миног, я не знаю. Но таких люксов, напишите, я права, что это силик, 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 силик. Какие-то, посылочка верхова, о май га, офигеть, просто офигеть. Хочу вам снять его в полный рост, чтобы вы поняли, как, так сказать, размеры, размеры катастрофы. Посмотрите, какая. Ну, знаете что, вот если вот это черное я найду, куда надеть, то вот это я вообще никуда не найду надеть. Хотя оно мне очень нравится, но в моей ситуации, в моем, так сказать, жизненном расписании оно никуда не вписывается. Тем более вот такое вот до пола. Это на сцену, как Алла Пугачева, помните, пела вот таких вот в Балахуне? Это на сцену, это на какой-то, я даже не знаю, еще куда. Она, кроме как на сцену, вот только на сцену. Куда можно в таком платье пойти? Напишите мне, что вы думаете. Куда ему? Куда ему? Так, составчик в нем так себе. Значит, 83 лиоцел, 17 полиэстер, а подкладка вся из полиэстера. 105 долларов она стоит, был размер ларш. Вот его номера, если кому-то понравилось, кто-то хочет его заказать. Видите, оно уже измазано, измазано помадой. Кто-то до меня его примерял. Ну, в общем, платье, конечно, ну оно просто улетное, конечно. Посмотрите, сзади тоже та же история. В общем, уже и тут помады. Это не я, это так было. Я когда его брала, я увидела, что оно уже измазано. Видите, как оно здесь? В принципе, ну вот такое вот обычное платье. Сверху пришит вот этот вот рукав. Ну, конечно, офигительное. Я понимаю цену, потому что ткани на него пошло очень много. Но люблю я такие платья с рукавами, но носить его реально мне... А вот здесь, видите, здесь зашито. То есть сзади у него как бы голая получается рука, как пелерина. А здесь это пришито. В общем, носить мне его реально некуда. Да я вообще не знаю, куда его можно носить. Просто красиво, как арт-объект, что называется. Цвет бесподобный. Тихо-прозрачная ткань. Супер-супер красивое платье. Но не для нашей жизни. Девушки мои дорогие, как всегда, у нас такие были слегка сумасшедшие примерки. И лучше всего, конечно, выглядит на мне мое платье от Кос, которое я покупала вместе с вами. Ну, практически я его примеряла вместе с вами. Мне всегда так пишут. После всех моих примерок мне пишут, что лучше всего на вас выглядит ваше платье, в котором вы пришли. И это правда, потому что, вы же поймите, у меня в шкафу вещи, которые, как бы, ну, я, если уже покупаю что-то, так чтобы это было уже прямо вот то, что мне нравится, то, что мне идет. В магазине нет размеров, нет, как бы, ну, вот я прихожу и что-то начинаю собирать, выбирать какие-то вещи, стараюсь, чтобы это было интересно, вот как платье, такое, платье с бахромой. Джинсы примерила, меня просили, надо еще побольше примерять джинсы. Хороший костюм синий, полу-лен, полухлопок. В общем, ну, тем не менее, все равно, я считаю, что мое платье все равно лучше всего. Вот такая я нескромная, вот такая я, такая вот я хвостунья. Все, всех люблю, всем привет из Канады, пока-пока, бай-бай.